Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вопрос достаточно простой с точки зрения своего содержания, но достаточно сложный по своему смыслу. Примерик ведет себя агрессивно в школе, боятся учителя и дети, сам говорит, что он вечно на что-то обижен. Боится, наверное, хотя тут непонятно, то ли его боятся учителя и дети, то ли он боится учителя и детей. Сам говорит, что он вечно что-то обижен, то у него ручку украли, то он забыл что-то дома. Сам никого не забирает, но если кто-то заденет, резко реагирует, орет, может ударить. Может нельзя зачеркнуть, все равно в тетради. На уроках рисуют персонажей с пронзеным мечом и лужей крови. Говорит, что его все обижают. Учитель говорит, что это не так. Говорит, что его все обижают. Его уже все боятся. Собственно, здесь первое, на что хочется обратить внимание, да, это на вопрос. То есть какой у вас вопрос? Второе, это то, что ребенок является в первую очередь отражением семейной системы. Если ситуация происходит так, как она происходит, то в первую очередь нужно смотреть на семейную систему. На организацию семейной системы, на отношения внутри семейной системы и так далее. Значит, агрессия, которая есть у ребенка, это, соответственно, реакция на какую-то опасность. Опасность, скорее всего, внутри семьи. Обида, это, соответственно, забредная тема. То есть в семье, скорее всего, есть темы, которые, ну, вот, которые, на которые нельзя говорить. То есть нужно посмотреть на табуированные. Да? В идеале, чтобы, в идеале табуированных тем быть не должно. В идеале. Говорить нужно обо всем вопросах в том, в каком объеме. Ну, вот, значит, ребенок демонстрирует не только агрессию, но и тревожность. Здесь, на мой взгляд, она довольно высокая. Вот, именно тревожность, если мы говорим про то, что чувствует ребенок. И, соответственно, можно поднять вопрос о том, насколько тревожны вы, родители, которые задают этот вопрос. В целом случае, непонятно, мама это или папа, но тем не менее. Отдельного внимания заслуживает взаимодействие ребенка с родителем или с родными своего пола. То есть, я имею ввиду, с мужчиной. Вот. Это очень важный и, ну, такой центральный. Один из центральных аспектов. Потому что, если ребенок не взаимодействует с, либо родителем своего пола, либо с родственником своего пола авторитетным, который был бы для него авторитетным, то я бы сказал, что могут быть довольно серьезные здесь проблемы. Ну, собственно, мы с ними и сталкиваемся. Вот. Я бы предостерег вас от того, чтобы обращаться к детскому психологу, вот, в школе, хотя бы потому, что подавляющее большинство школьных психологов, в общем-то, не отличаются, к сожалению, высокой квалификацией и, соответственно, желанием помочь. Вот. Поэтому я бы начал с индивидуальной терапии вашей собственности. Ну, вот, начал бы менять, ну, вашу модель поведения, ваше отношение, вот, к тому, собственно, что происходит к себе, в том числе. Вот. И тогда у ребенка появится шанс, в общем-то, ну, что-то исправить, появится шанс измениться. Потому что то, что вы описываете, очень похоже на то, что ребенок не чувствует себя в безопасности нигде. Вот. И, соответственно, он не чувствует себя в безопасности с другими людьми, и он сдерживает, сдерживает себя в этой агрессии. Это, вот, именно невозможность отреагировать какие-то чувства, именно невозможность быть свободным ощущением опасности, реакции на опасность. Вот. То есть, в целом, это выдает некоторую неблагополучность в... ну, вот, в вашей семье, к сожалению. Вот. И я не знаю, конечно, конечно, насколько в данном случае вы готовы заниматься психотерапией, да? И готовы ли вы заниматься ей? Ну, это стоит сделать обязательно. Самое, что... Даже если ребенку будет оказана какая-то помощь, то есть, ну, гипотетически, если вы найдете специалиста, работающего, например, в клиент-центрированной... парадигма, да, а именно такая парадигма. Рекомендуется для ребенка, если это не младший школьный возраст, ну, и, в принципе, с младшим школьным возрастом такое, ну, в принципе, подходит, да, как бы, вот. То все равно по возвращению в СМИ он опять окажется в той же сфере, в той же среде, точнее. И ничего хорошего из этого не будет, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Без работы над собой ситуация не исправится. И ребенок является вашим отражением, поэтому смотрите, что именно отражает ребенок своим поведением в, ну, как бы, в вашей парадигме, да. То есть, это может быть как прямое отражение, так и отражение инверсивное, инверсивное. Ну, вот. То есть, например, родители супер добрые, а ребенок супер эгоистичен. Например. Вот. Это очень важно понимать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постлапов, для психотерапии, то есть, ну, вот, формируя обратную связь, вы формируете то, над чем хотите работать со специалистом. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго! Обращайтесь за помощь! Вы молодец, что написали, но это только лишь первый шаг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!